Долг приморского экологического оператора перед краевыми транспортными компаниями вырос с 90 до 150 миллионов рублей. Еще неделю назад представители транспортных компаний были готовы частично приостановить работу из-за того, что денег не было даже на топливо для мусоровозов. Однако заместитель генерального директора приморского экологического оператора Сергей Лазарев заявил, что долг будет погашен. По словам чиновников, задержки поспособствовали введенный режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Он помог преодолеть сложившуюся ситуацию, но систему пришлось экстренно модернизировать. На это тратили средства регоператора, а также огромные долги за вывоз мусора недобросовестных юридических лиц. Ситуацию усугубило и отмена субсидирования региональных операторов. Для того, чтобы приморский экологический оператор вновь не упал в долговую яму, планируется увеличение тарифов на вывоз мусора. Сейчас он составляет 77 рублей с человека. Планируется его повышение примерно на 10%, но он все равно останется одним из самых низких на Дальнем Востоке. В планах также откорректировать территориальную схему, по которой работают перевозчики. Сейчас в ней не отражены все точки сбора мусора, что также влияет на низкий доход. В этом списке к вывозу 2400 площадок по городу Владивостоку. 2400 площадок. А транспортные компании, транспортные компании осуществляют вывоз с 9500 мест, площадок и других, так сказать, я не знаю, как это назвать, точек к вывозу твердокоммунальных отходов. Мусоровоз – это рейсовый автобус, который должен ездить по остановкам. А к сожалению, уже 2-1,5 года наши рейсовые автобусы ездят как такси. Там в подъездах забираем мусор, там выгребаем мусоровозы, подгребаем несанкционированные площадки. Региональный экологический оператор заверил, что долги будут выплачены через неделю и до конца года будут решены проблемы, которые и загнали предприятия в долговую яму. А мусорный коллапс в Владивостоке отменяется. При решении вот этих двух блоков считаю, что ситуация не должна повториться. Олег Завьялов, Иван Еворский, Настасья Лихман, Новости на Восьмом.